Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава шлах. Проблемная глава, связанная с тем, что люди сам, в общем-то, создают себе проблемы. Знаете, есть интересная вещь. В мире, я не знаю, ну сколько там, 6 миллиардов человек. Каббала говорит, что это, в общем-то, 6 миллиардов миров. Каждый человек, мир, вот мир каждого человека не похож на мир другого. Больше того, в это трудно поверить, но то, что ты видишь, не обязательно видит другой человек. То, что я вижу, отличается от видения даже того, кто стоит рядом со мной. Эти миры пересекаются, состыковываются, они завязаны вместе, но это разные миры. И вот, когда говорится, что мир создан для тебя, об этом идет речь. Как говорит идешская пословица одна, то у каждого свой пекл, свой узелок. Каждый из нас несет по жизни у себя за плечами собственный набор проблем, свою собственную цурсу. От проблем никто не застрахован, но восприятие у всех и видимость разная. То, что для одного проблема, для другого радость и так далее. Есть люди, когда возникает проблема, понимают, что все от Бога. Они ищут любой проблеме духовной какую-то, они пытаются изменить себя, и тогда понимают, что меняются ситуации. Может быть, поднявшись на другом уровне, ты уже не увидишь ту проблему, которая была только что. И она будет решена. Есть другие, которые всегда в проблемах ищут виноватого. Соседа, небо, я знаю, кого-нибудь там еще. Где в Торе первый раз появляется правильное восприятие всех проблем? Если мы помним, когда братья продали Иосифа в Египет, и потом он с ними встречается, они сказали, как бы, я упрощенно говорю, прости нас за то, что было. Он говорит, нет, все от Бога, все хорошо. Да, я был в тюрьме, да, я был в Египте, но все от Бога, а не от вас. Вот это вот проблема, точнее умение так увидеть проблему, отличало Иосифа от всех. Поэтому он единственный, кто называется Иосиф праведник. И вот, очевидно, праведность заключается не в том, что мы думали, а вот в том, что говорит Тора. Если человек считается виноватым в своих проблемах, кого-то, то это еще и что? Идолопоклонство. Это взгляд на мир, когда кроме Бога еще кто-то может повлиять на мою жизнь. Человек, там, телевизор, доска или что-нибудь. То есть Бог не всесилен. Так говорит Каббалан. Есть еще очень интересная вещь по этому вопросу. Грехи не посылаются человеку просто так в наказание. Грехи, они очищают тот сосуд, которым мы реально являемся. И вот человек, когда у него неприятности, у него сложности, он меняется. Вот то, что называется в духовном мире, если мы видели, мы видели, как чистится наш внутренний сосуд. Но не во всех случаях. Только Каббала говорит, что если ты во всех проблемах видишь Всевышнего, относишься к ним спокойно, и понимаешь, что все меняется, как кольцо Соломона, да, то ты чистишь свой сосуд. Если же во время страданий человек обвиняет всех, если человек не меняется, если человек не работает с собой, это получается, что страдания еще и ничего не дадут. Человек страдает, и еще не чистится сосуд. Человек страдает, и у него еще ничего не меняется в жизни. Ну так для чего нам это? Если правильно читать то, что говорили мудрецы, то это абсолютная глупость. Это высечь себя. Беспокойство, оно не устраняет завтрашние проблемы. Оно забирает сегодняшний покой. И вот это большая проблема. Вот если вы помните, написано, что когда был Адам из рая, Бог поставил вращающийся огненный меч, чтобы человек не вернулся в рай. Так вот рай, это жизнь без заботы, это жизнь, когда человек занимается только духовными вопросами. А что реально, что такое, что это за вращающийся меч? Написали наши мудрецы, что это круговорот изменений нашей жизненной ситуации каждый день. Раньше все было хорошо, завтра все-то меняется, сегодня улыбка, завтра то-то. Вот это и есть меч. Если бы человек не двигался вообще без движения был, это был бы вот тот вот условный духовный рай. И поэтому вот то, что все меняется в жизни, то, что все, каждый переворачивается. Бог как бы изгнал нас из того рая, в котором все было и вчера, и сегодня, и позавчера одинаково. Нет, теперь надо бороться за завтрашний день и понимать, что, вот помните, кольцо Соломона, что все пройдет, это вращающееся. Никто, ни страдание, ни радость, ничего не вечное. Есть такая короткая история. Приходит грустный такой человек, кровину, начинает жаловаться. Рэбе, денег нет, жена не помогает, там то, сё, там дети, дома не так вот. Что делать? Он говорит, когда придешь, напиши на нас, вот такую картонку возьми и напиши на ней. Так будет не всегда. И повесь над входной дверью. Он говорит, и все, он говорит, все. Ну, прошло две недели, прибегает счастливый, говорит, Рэб, вы фантастический человек. Я повесил сейчас все, работа нашлась, жена, не ссоримся. С детьми полный порядок, спасибо большое. Не за что, говорит Равин. А потом немного подождал и говорит, табличку ты мне снимай. Вот так, говорит, и живу я теперь, помню, что так будет не всегда. Разнообразная жизнь течет вокруг нас. И вот надо понять, что имеет смысл взять с собой, на чем сосредоточиться. В текущий момент. Логично взять хорошую, позитивную, радость этому, ценя моменты, и понимая, что это надо закрепить, потому что она может пройти. А за негативное не цепляться, позволяя ему завершиться. То есть, не должно быть такой депрессивной пассивности, а как раз стремление жить, не обесценивая сегодняшнюю радость тем, что мы будем думать о чем-то негативе завтра или послезавтра. Брахава, Ацлахай, пусть у нас будет позитив и меньше негатива. То есть, рай.